Повторное открытие мира На третий год кругосветного плавания Алкиона и Калипса движутся разными путями, осуществляя повторное открытие планеты. Калипса, отплыв из Нью-Йорка, прошла Карибское море, посетила Полинезию и Новую Зеландию, а теперь направляется к Большому барьерному рифу в Австралии. Алкиона побывала у мыса Горн, у берегов Мексики, Калифорнии, на Гавайских островах, в Британской Колумбии и теперь приближается к северной крыше мира – Аляске. Турбопарусное судно плывет в один из самых неприведливых уголков планеты. Во главе с Жаном и Шелем Пусто команда будет изучать холодные окраины континента, пройдет Берингово море, а потом через арктический пояс пойдет к заливу Прюдо. Здесь, в пустынном холодном краю, выживают лишь такие, как орел, самые стойкие, самые отважные, самые находчивые. Те, кому судьбой уготовано жить в этом суровом мире, с давних пор стали добычей людей, охотящихся ради пропитания или обогащения. Сегодня люди, ответственные за сохранность природы, пытаются обеспечить выживание древнейших особей с помощью современных средств. Однако усилия, направленные на защиту животных аборигенов, к несчастью, влияют на жизнь аборигенов-людей. Ведь их выживание веками зависело от мяса и других продуктов, добытых охотой. Сумерки над Аляской Автор сценария – Моз Ричардс Композитор и дирижер Джей Четауэй Фильм Жака Ева Кусто и Жана Мишеля Кусто Первая неделя июля. Река Кингсалман на юго-западной Аляске. Ныряльщик из команды Пусто Клей Уилкокс наблюдает, как биолог Дон Перрен высчитывает процент ежегодного возвращения лососей из океана. Для многих жителей Аляски лосось – это, прежде всего, источник обогащения, живое золото. Когда воспроизводство популяции в верховьях рек считается достаточным, руководители рыбного и охотничьего хозяйства на Аляске разрешают промысловым лодкам начать сбор богатого урожая. Говорит рыбное и охотничье хозяйство Кингсалман, рыбаки района Эгегик, прослушайте объявление. В вашем районе лов разрешен с 4 часов утра в пятницу 3 июля до 4 часов вечера в пятницу 3 июля в течение 12 часов. И начинается столпотворение. С восхода и до заката 600 судов забрасывают сети в Брестольском заливе, самым богатым лососевом водоеме на Земле. Вот пример человеческой жадности. В погоне за косяками лососей рыбаки забывают про осторожность, натыкаются на сети друг друга, упорно стараясь взять невиданный, невероятный улов. Сегодня в Брестольском заливе рыбаки выручат 3 четверти миллиона. Такой натиск – настоящее испытание для тех, кто пытается уберечь дикую природу Аляски. Ловушки местных жителей, так называемые рыбные колеса, вытянулись вдоль многих рек на Аляске и тоже подстерегают лососи. Кое-кто из местных рыболовов жалуется начальнику экспедиции Донус-Анти на оскудение рек, не когда они были полны лососей. Новые ограничения неизбежно сказались на их уловах. Мы много лет кормимся рыбой и дичью, ведь мы аборигены, и нам необходим запас на зиму, иначе как же мы проживем? Мясо нам покупать не на что. Краня обычаи предков, аборигены Аляски до недавних пор собирались на рыбных стоянках, где чистили и солили пойманных лососей. Их вековая привычка к свежей дичи – постоянная головная боль для объездчиков, которым надо во что бы то ни стало увязать нужды промысла с нуждами природы и с древней культурой, стремящейся к выживанию. Однако главная цель все же состоит в том, чтобы спасти лососи, обеспечить им благополучный проход вглубь материка к нерестилищам. Ныряльщики из команды Кусто, Луи Преслен и Клей Уилкокс видят, что успех в конечном итоге зависит от способности лососей побороть бурные течения в верховьях рек. Среди уцелевших один лосось слишком выбился из сил, чтобы продолжать путь. Лососи проводят в море от 4 до 7 лет, одолевают тысячи километров, ускользают от бесчисленных хищников и рыбаков. И вот, ослабевшему бедняге оставалось каких-нибудь 2-3 километра до места, а он не выдержал. Однако бурные волны – не единственная опасность, подстерегающая впереди. Еще они почти наверняка попадутся в зубы оголодавшим гризли, самым крупным сухопутным хищником. Довольно неуклюжие звери на глазах у Преслена и Уилкокса проявляют истинные чудеса акробатики. Сердитый гризли может легко обогнать самого быстрого бегуна, поймать и утащить за собой лося весом до полтонны. Единственный его враг – охотничье ружье в руках человека. Большую часть года гризли живут замкнуто, но летом сходятся вместе и идут лакомиться к рекам Аляски. Взрослые гризли так ловок, что зубами выхватывают из воды лосося и очищают его, как банан. Однако это не наследственная черта. Медвежатам надо учиться этой ловкости. Медведи ходят протаренными тропами и ловят рыбу в одних и тех же местах. На протяжении тысячелетий прибытие лосося на Аляске было благодатью как для наземных, так и крылатых хищников. Как же медвежатам не одолеть искусство охоты, если даже чайкам улыбается удача? В лососевом краю медведи вскоре привыкают не бояться холодной воды и набогатые белками красной рыбе вырастают в огромных гризли. Удаляясь вглубь материка, Санти встречает биологов, работающих над восстановлением лососевой популяции, поредевшей от рыбной ловли. В государственных и частных инкубаторах извлекают икру и молоки, а потом выводят потомство в условиях, близких к природным. Процесс идет довольно успешно. Только в этом инкубаторе ежегодно скапливается и оплодотворяется около 32 миллионов икриных. Это обеспечит стабильность популяции лососей, несмотря на массовый промысел. Так методично в обход романтических обрядов нереста появляется на свет новое поколение, которое вызревает не на галечном дне мелководных потоков, а в неприметном деревянном садке. Спустя месяцы, когда юные лососи уже в состоянии добывать себе пищу, их выпускают на безбрежные просторы моря. Лишь около 3% вернется потом взрослыми. Но благодаря стараниям человека, вид будет жить, несмотря на то, что отдельных особей съедят. Движемся на запад от Бристольского залива, подальше от цивилизации. Первая стоянка – остров Круглый, где находится крупнейшее на севере лежбище Тихоокеанских моржей. Более 12 тысяч самцов сгрудились подаль от самок и детенышей, видимо, чтобы избежать раздоров из-за пищи. Мы хотим узнать побольше об участии огромных обитателей Берингового моря. Процветают ли они подобно лососям или популяция редеет, хотя и находятся под охраной. На этих лежбищах моржи проводят по несколько месяцев. Плещутся у берега. Отдыхают. Наш оператор Жан-Поль Корню убедился, что ни вид ни званых гостей, ни чужой запах их не тревожит. Они не трогаются с места. Для аборигенов это полусонное существо издавна было источником ценнейших продуктов. Кости для орудий труда и войны, мясо для пропитания, шкуры для одежды, жир для топлива и даже внутренности для защиты от дождя. Одним словом, двухтонный ходячий склад. Остров круглый объявлен государственным заповедником. Но большинство моржей каждый год перебираются дальше, на север, подставляясь под пули охотников. Среди плавучих льдин у острова Святого Лаврентия, Дон Санти становится зрителем традиционного у эскимосов турнира. Каяки из шкур и гарпун уступили место моторке и винтовке. А моржи и поныне остались главным объектом промысла здешних поморов. Но у современных охотников на моржи уже не вся добыча идет в ход, а лишь самые ценные – клыки. Продолжая исследование, Алкеоны движутся вдоль побережья США к малому острову Диамида, что невдалеке от советской границы. Веками эскимосы охотились тут на моржи и занимались резьбой по кости. Над главным складом красуется надпись «Мир» на русском языке, поскольку большой остров Диамида, всего в трех милях отсюда, находится уже на советской территории. В каждом доме выставлены на показ моржовые клыки, как свидетельство того, что на них основано островное хозяйство. Прежде из кости резали орудие, теперь из нее в основном делают украшения и сбывают туристам с материка. Местные охотники, вроде Джона Япаны, стали отстреливать больше моржей, ведь кость сильно повысилась в цене. За девять месяцев мы режем изделий из кости на 150 тысяч долларов. Видите, сколько всего продается в лавке? А вон там, наверху, целый склад. Моржовая кость – наш талисман. Как ни странно, увеличение продукции ремесленников явилось непредвиденным результатом принятых в США законов о защите морской фауны. Согласно этим законам, только аборигены вправе добывать и продавать моржовую кость. Аутсайдерам запрещено охотиться. Но число эскиморских резчиков так возросло, что аборигены теперь истребляют втрое больше моржей, чем прежде. По сути, охота на островах Диамида перешла в область капиталистического производства, что, естественно, привело к расширению воздушных поставок из Нома. Сюда везут ящики с содовой водой, американские консервы, жареный пур, бобы с перцем, к великому огорчению стариков, которые предпочитают мясо моржей. Старик объясняет Жанну Мишелю, что не любит ни спагетти, ни бобы с перцем, ни лимбургский сыр. А вот почти все школьники не любят китовое мясо. Молодежь на малом острове Диамида считает, что их культура безнадежно устарела. По телевизору они уже видели, какова жизнь в современном мире и утратили всякое желание поддерживать обычаи предков. Однако образы прошлого до сих пор витают над их родителями. Они опасаются, что независимость, гарантированная их промыслом, сменится зависимостью от благосостояния и комфорта. Резьба по кости кажется им единственным средством спастись от миграции на материк в поисках работы. Патрик Аммиак показывает мне, как он сверлит кость по методу, выученному от отца. Электрические орудия, их теперь все чаще используют резчики в поисках легкого заработка, он отвергает. Но его время проходит, как время ездовых собак, которых он вырезал из кости. А вот старики строят умеак, большую лодку, обтянутую моржовыми шкурами, такую быстроходную, что рыбаков, ходивших на них, называли в свое время викингами Арктики. Сегодня мало кто умеет делать такие лодки. Молодежь не считает нужным учиться. Старинные лодки на островах Диомида вымрут вместе со старожилами. А шкуру моржа, единственные источники эскимовской музыки, станут считать отходом костяного промысла. Прежде танцы исполнялись перед ритуальным костром, а сейчас традиция сохраняется в школе. Пропасть между поколениями растет, но в танцах старики и молодежь еще находят общую почву. Нас пригласили принять участие в празднике. Мы смущены, а наших новых друзей это явно забавляет. Их веселье так заразительно. И все же мы немного рабеем перед людьми, сумевшими обжить такой дикий, суровый край. Паскованному льдом морю на крайнем севере континента одиноко блуждает белый медведь. Стальная птица застегла его в раскол. Но это не охотники, а всего лишь ученые из научно-исследовательского центра дикой природы на Аляске. Их оружие сильный транквилизатор. Через пять минут владыка полярных льдов не сможет устоять на ногах. Чтобы выявить сезонное обиталище и маршруты белых медведей, биологи возьмут анализы и наденут на хищника радиоошейник. Работать надо быстро, пока наркотик действует. Привет, бэр! Привет, бэр! Помогая ученым, Дон Санти сначала обмеряет голову медведя для грубой прикидки возраста. По наколке ученые определяют, что матерый самец был ранее замечен в Канадской Арктике за 600 километров отсюда. Анализ крови свидетельствует о состоянии здоровья и связывает зверя с одной из пяти арктических популяций. Веками передвижения этих гигантов оставались для нас загадкой. Но как только с развитием северных нефтяных месторождений усиливалось загрязнение окружающей среды, ученые осознали необходимость устанавливать места обитания медведей, чтобы защитить их. Удаление рудиментарного зуба медведю он не нужен. С точностью определит его возраст. А состав шкуры и образцы когтей позволят ученым установить районы, через которые он проходил. Благодаря новым достижениям электроники проясняются особенности медвежьего образа жизни. От ошейника радиосигнала поступить на спутник, таким образом будет известно местонахождение медведя. Надо, чтобы ошейник не сваливался, но и не давил шею, потому что летом медведь непременно растолстеет, наберет вес, и плотно прилегающий ошейник станет ему мешать. И, наконец, чтобы облегчить опознание с воздуха, на спине медведя рисует номер. Весной, во время линьки, он, конечно, сопрится. И вот хозяин Арктики, и его покровители расходятся в разные стороны. Люди с новой информацией, белый медведь с удостоверением личности номер 25. ПОЛЯРНЫЙ ОДИССЕЙ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ под номером 25 обеспечено спутниковое слежение. ПОЛЯРНЫЙ ОДИССЕЙ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ «Поскольку для белых медведей границ нет», рассказывает донус-антибиолог Стивен Эмстреп, «между полярными государствами нередко возникают политические сложности и тормозят научную работу. Прежде перепись медвежьего населения была сомнительной, поскольку наблюдатели в Советском Союзе, США и Канаде, возможно, учитывали одних и тех же медведей». Мы никак не можем понять, что так тянет медведи на советскую территорию. За тамошней популяцией не проследишь с воздуха, ведь мы не имеем права вторгаться в советское воздушное пространство. А с помощью спутниковой телеметрии мы сможем всегда отмечать передвижение медведей из Западной Аляски в Советский Союз. Охраняя природу Севера, ученые пытаются преодолеть не только холод, но и остаточные явления холодной войны. Но проблема охраны сильно осложняется, если подзащитные обитают подо льдом северных морей. Неподалеку от мыса Барроу биологи с помощью подводных микрофонов ведут учет остроголовых китов. Хор высоких голосов — это тюлени, а на басах звучат киты. Новая акустическая техника использует компьютеры для анализа всех записей. Благодаря ей удалось установить, что численность китов выше, чем можно было предположить по визуальным наблюдениям. Открытия подтверждают то, о чем уже давно говорили эскимосы. Невидимые глазу наблюдателей киты перемещаются подо льдом. Но если биологи пытаются защитить китов, эскимосы, напротив, охотятся за ними. Это один из самых опасных промыслов в мире. Как их предки, охотники на Арктической Аляске каждой весной на несколько недель устраивают стоянки в паковых льдах, надеясь, что остроголовый кит пройдет достаточно близко от них, и они смогут помериться силой и отвагой с величайшей дичью на Земле. Команда Кусто присоединилась к охотникам возле мыса Барроу, и все ждут момента священного для эскимосов. Несколько человек в лодке из шкур рискуют подойти совсем близко к 60-тонному чудовищу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для эскимосов пойманный остроголовый кит всегда означал дар, полученный от моря для поддержания жизни в ледяной арктической пустыне. Китовое мясо жизненно необходимы эскимосам, поэтому подготовка к охоте и сама охота целый год находятся в центре внимания всей деревни. Когда наступает долгожданный день удачи, деревни ликуют. Международные группы по защите китов пытались покончить с этой охотой, считая, что остроголовый кит находится на грани вымирания. Теперь запрет потерял свою актуальность, поскольку популяция заметно увеличилась, но аборигенам все еще предписан лимит – 34 кита в год. Вот это наш гарпунь. Поняли? Этим мы убиваем кита. Эскимосский китобой Арнольд Броуэр и его сын Арнольд-младший говорят Клею Уилкоксу, что эскимосов обижает контроль за охотой. Без китов мы бы не были сегодня эскимосским народом. Именно кит завел нас в такую даль. Он часть нашей культуры. Он дает нам пищу круглый год, отапливает наши дома. Без него, без остроголового кита на севере вообще не было бы никаких эскимосов. Один из эскимосских старейшин, Люк Кунук, показывает мне заброшенную иглу в традиционное жилище эскимосов Аляски. Весь каркас сложен из китовых челюстных костей. Веками остроголовый кит служил строительным материалом в мире, где нет деревьев. Я представляю, как здесь живет семья. Жилище огорожено костями китов, комнаты обогреты и освещены горящим китовым жиром. Пропитание обеспечено китовым мясом. Кит поддерживает жизнь в мире, где выжить нелегко. Однако теперь продовольствие поступает из внешнего мира. Нефтяные разработки вдоль северного побережья Аляски предоставляют эскимосам работу и деньги на покупку импортной пищи и нефтяного топлива. В Барроу большинство коренных жителей теперь переселились в деревянные дома. Но старики тревожатся. Когда-нибудь нефть иссякнет, и нефтяные компании уберутся отсюда. Поэтому китовое мясо все еще хранится в морозильных ямах, а молодых эскимосов до сих пор обучают древним обычаям. На всякий случай. Несмотря на заверение в том, что коренному населению больше незачем убивать китов, старики убеждены, без охоты эскимосы утратят свой дух, утратят праздники, наполняющие жизнь смыслом. «Никто не имеет права запретить нам охоту», говорит Браунер, «ведь это все равно, что запретить 4 июля, день благодарения и Рождество». Согласно древнему обряду, китовый праздник в Бароу начинается с благодарственного молебна, обращенного к киту за то, что он позволил себя убить. Аминь. Когда-то охотников подбрасывали на шкуре, чтобы они заприметили китов и издали. Сегодня этот способ разведки – развлечения, воспоминания о прошлом. Эскимосы переложили чужую песню на местные наречия. «Ведь это мой край», – поют они. Отмечая свой успех, эскимосы тем не менее сознают, что теперь кто-то иной издалека направляет их в судьбу и в один прекрасный день может еще урезать лимит, а то и вовсе запретить охоту. И это будет означать, что они лишатся своей главной пищи и главной награды. Клей Уилкокс – почетный гость. Его угощают деликатесом, кусочком китового языка. К такому вкусу надо привыкнуть. И все же пока народу есть что праздновать. Молодые завороженно слушают рассказы об отваге охотников и мечтают когда-нибудь испытать свою храбрость в состязании с могучим китом на лодке «Шкур» в студеном море. На последнем этапе своего путешествия на Аляску Алкеона приближается к островам Прибылова. На просторах Берингового моря острова Прибылова долгое время считались естественными заповедниками. Среди вулканических утесов гнездится одна из крупнейших птичьих колоний в Северном полушарии. Чайки и бакланы, буревестники и гагары. Вокруг них бродят по тундре чернобурые лисицы и время от времени воруют яйца морских птиц. Из людей на островах обитают лишь потомки алюутов, которых 200 лет назад насильственно загнали сюда русские для промысла морских котиков. Со временем алюуты так пристрастились к этой охоте, что до сих пор каждый год поджидают котиков на островах, где животные размножаются. отлов взрослых самцов на материке ограничен, и надо надеяться, что пока колония котиков находится в безопасности. Когда-то в погоне за пушниной люди ежегодно убивали 20 тысяч особей, но департамент США по охране живой природы в 85-м году положил конец коммерческому использованию меха котиков. Теперь алюуты возобновили пушной промысел на своем далеком острове, однако им разрешено использовать пушнину только для личных нужд. Отобранных самцов гонят на специально отведенное место и забивают деревянными дубинками. В присутствии команды Курсто охотники убивают ровно столько, сколько надо, чтобы прокормить деревню. Остальных отпускают. Дон Санти спрашивает биолога из Национальной службы морского хозяйства Стивена Циммермана, нет ли более гуманного способа, чем дубинки. Мы много об этом думали, пробовали и другие способы. Шок, отравление, газ. Пытались их отстреливать, и все такое. Поверьте, они гораздо менее гуманны. А этот очень быстрый. Котика оглушают, мозг отключается, а потом наносят удар в сердце, и смерть мгновенно. Дети швы. Пока ученые и ветеринар наблюдают за бойней, охотники проворно разделывают добычу. Оператор Жан-Поль Корню разговаривает с начальником охотничьей артели Грэгом Фратисом. Что значит для вас и ваших земляков этот промысел? Мне кажется, этот вопрос не требует ответа. Вы же сами видите, они добывают себе мясо, пропитание на зиму, ведь у большинства моих земляков нет другой работы. Котики – это их жизнь. Алиуты считают, что говядина и свинина, доставляемые им с материка, слишком дороги и не слишком свежие, а котики – излюбленные пищей их предков и единственный источник порноу мяса. По традиции мясо котика делят поровну между всеми жителями деревни. На упаковках наклеены ярлычки с фамилиями. Их можно брать из общего хранилища по мере надобности. И все-таки отдельные группы по защите животных добиваются полного запрещения промысла. Фратис уверен, что котики принадлежат аборигенам и запрещать охоту на них нельзя. Кто заселил имя нашу землю? Если вы христианин, то это Господь Бог. Почитайте Библию. Там написано, что животные созданы для поддержания жизни. Противоречие возникает главным образом из-за того, что популяция морских котиков уменьшается с пугающей быстротой, хотя алиуты и забивают всего 2000 животных в год. По обрывкам сетей на шее некоторых котиков можно предположить, что многие погибают, попавшись в рыбацкие сети. Поскольку мы не в силах установить, что происходит с котиками в океане, биологам вроде Чарльза Фаулера и его помощника Тима Реггена приходится делать выводы на основе скелетов. Котик вполне может попасться в такую сеть, говорит Фаулер. Размер ячеек как раз подходит для их головы. Это траловые сети. Они рассчитаны на улов 300-400 килограммов. И сколько, по-вашему, котиков погибает в сетях? По предварительным анализам и оценке имеющихся данных, в сетях ежегодно погибает около 15% котиков. Это примерно 15-20 тысяч животных. Когда беременные самки приплывают сюда производить на свет потомство, никто из защитников природы не может быть уверен, какая еще угроза нависнет над жизнью новорожденных. Всего несколько часов назад мы видели, как отнимает жизнь котиков. Теперь мы видим, как она возрождается. А где-то в море разрушительные деяния человека уже готовят этим новорожденным ловушку. Ученые настойчиво ищут выход. Природа своей живительной силы стремится к новорождению. Исправить наши ошибки. Все-таки вид пока не вымирает. Детеныши появляются на свет с жаждой жизни. Мы решили понаблюдать за морскими котиками в их родной стихии и завидуем плотному меху, защищающему их от ледяной воды. Быть может, они впервые встретят человека в своих подводных лесах и ущельях. Вот они проплывают перед нами хороводом теней. Веками их считали всего лишь источником ценного меха. И ни убийцы, ни защитники не задумывались о том, какой грацией обладает это животное. Как оно прекрасно! В море встретились давние друзья. Команда Кусто приветствует Вернала Суокок, который много лет назад был проводником Калипса в Беринговом море. Пятнадцать лет прошло. Клей Преслен, ветеран подводного плавания и подводной съемки и капитан корабля Жан-Люк Брюна приглашают Вернона с семьей прокатиться на новом судне. Для Преслена и механика Джо Ги Ю, которые скучают по своим семьям, приятно заснять семейную идиллию. Глядя на старых друзей, команда еще острее осознает дилемму аборигенов Аляски. Они держатся за старинные напевы, старинные навыки выживания, но не знают, как выжить в новых условиях, привнесенных чужаками знакомый им с детства мир. В заповеднике дикой природы на южных просторах Берингового моря я любуюсь изобилием живых существ в ледяном раю Аляски. Однако все они, подобно первым здешним поселенцам, подчиняются категорическому императиву природы выжить любой ценой. Даже если для этого придется пойти на убийство или грабеж. Суровая природа создала здесь картины потрясающей красоты, одухотворенности и даже юмора. Сегодня мы пытаемся управлять природным комплексом. Чаще всего безуспешно, хотя иногда нам удается защитить дикую природу, но не людей, от которых зависит их жизнь. На севере природа не утратила своей грандиозности, а ее творение до сих пор неукротимо и любопытно. У Аляски еще есть надежда. Мы уходим, и по пятам за нами идет зима. Впереди суровые дни для поселенцев севера и охотников, и добычи. И в который раз они обращаются к знакомой науке выживания, передаваемой из поколения в поколение. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу Союз Видео. ИНИС 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 Продолжение следует...